Привет, друзья! С вами снова Жанна. Сегодня я для вас хочу приготовить испечь такой вкусный-вкусный не очень молодой уже давно, своего детства в общем, вкус детства. Тортик скорее всего это пирог называется Мишка его пекла моя очень любимая тетя все время мне пекла в детстве и я ее вкус очень хорошо помню. Теперь вот позвонила, я ей взяла у нее рецепт и вот буду предлагать вам. Это старый рецепт очень вкусного пирога. Так что вот смотрим, что нам надо. 8 яиц тут у меня отдельно стакан сахара, тут отдельно 2 стакана сахара потом расскажу зачем. Ложка соды, рюмочка водки рюмка водки на столе, как говорится орех тут 130 грамм я их измельчила ножом изюма тут 150 грамм тоже отмочила в горячей воде уксус и соду я уже, наверное сказала, будем гасить. Пару ванилинчика пачку онный, маргарин можно любой, 250 грамм вот и несколько столовых ложек, 2 наверное да 2 столовые ложки майонеза и также мука, но муку сколько я честно говоря никогда не делаем, всегда на глаз определяем я вам когда буду делать посчитаю и посмотрим сколько понадобится муки, пока не знаю в общем я начинаю как яйца делю на белки и желтки белки буду сюда выливать где стакан с сахаром а желтки буду наливать сюда где 2 стакана сахара вот это у нас будет безе сюда пойдет еще щепотка соли и 1 чайная ложка водки взбиваем массу белковую то есть а вот это будет сам пирог все, начинаю начинаю делить белки от желтков сюда белок в 1 стакан сахара вот так вот а сюда желток еще один покажу а дальше буду делать сама у меня тут 8 яиц вы уже знаете это же немножко с корлупой пошло ну ничего, сейчас все уберу так, это желток пускай лук убежала все ну вот так вот я сейчас все поделю вот эту мисочку я пока отложу это мы попозже сделаем сейчас начинаю работать с этой мисочкой и буду я ее взбивать яйца с сахаром вот таким образом мне наверно это не очень удобно перейду на деревянную ложку вот так вот удобнее гораздо сейчас растоплю маргарин я как следует перемешала насколько я смогла вот такая вот у меня масса получилась теперь вот у меня маргарин растопленный я сюда добавляю он не горячий он просто теплый вот так вот добавляю в эту массу и хорошенько перемешиваем вы знаете так почему мне этот пирог нравится или торт как ее называть не знаю он не сложный во-первых в приготовлении здесь крем не нужен во-вторых ее вот собрал поставил и он испекся и готов ну в общем он очень вкусный и приятный к чаю бесподобный вкус детства сюда же я сейчас высыплю пакетик ванилина вот так вот пакетика хватит сюда же я насыплю соду погашенную уксусом тоже чайную ложку соды с чайной ложкой уксуса погасили и вылили все перемешиваем сюда же кладу байонез это все для того чтобы тело в тесто было вкусным пышным очень-очень приятным мягким вот так я все сейчас смешаю несколько некоторое время помешаю добавляю сюда водочки домашний чачи как говорится можете обычно водку без разницы просто спирт это для такой вот аромат будет очень приятный после водочки он уже пахнет знаете как обалденно какой-то вот как ромбаба вспомните этот запах ромбабы такой же такой же запах у моего пирога ну вот масса готова теперь мы будем переходить на муку сейчас замешиваем муку сюда ну что ж я тут просеяла 600 грамм муки я не знаю сколько мне понадобится я сейчас насыплю а лишнее потом свешу вам скажу если будет если нет то скажу сколько добавлю ну в принципе в это тесто нужно всегда муку просто на глаз определять я вам покажу какой консистенции тесто должно быть и просто поддерживаться этой консистенции все тесто не должно быть мягким но не должно быть сильно жестким оно должно поддаваться распрямлению руками мы тесто должны с тестом поработать потом руками поэтому учтите чтобы оно не текло и чтобы не особо было жестко вот и все весь секрет я как-то на глаз сейчас определила у меня тут 4 стакана получилось 600 грамм вот пахнет обалденно тесто уже пахнет приятно вот видите какое тесто получается сейчас я вот ее вот еще чуть-чуть сюда надо уже не так много но еще надо ну что ж тесто я перенесла вместе с мукой муку насыпала все сюда и тесто тоже перенесла на стол и теперь вот так вот всю муку сюда буду так вот замешивать руками пока не почувствую что мне хватит вот так вот смотрите какой она она еще жидкая значит муки надо еще чуть-чуть наверное еще пол стакана я сюда добавлю муки чуть-чуть досыплю сейчас какая-то пусть месяц все такое у меня получается видите тесто оно еще мягкое надо еще чуть-чуть жестче сейчас вот в общем где-то 700 грамм муки у меня сюда уйдет ну так что я укажу такую цифру внизу под видео но вы там посмотрите в общем что и как я вот еще 100 грамм сюда добавлю вот так вот вот уже чувствую что уже вот уже хорошо так теперь теперь я это тесто пока буду делать белок я тесто отложу положу в мисочку и отложу на время и дальше будем с ней позже работать пока будем спивать тесто отправляется на отдых на несколько минут ну не на несколько ну минут 15-20 наверное пока мы займемся вот этим ну что переходим на вторую часть тортика это взбивать белки я сюда насыпала стакан сахара и 8 яиц белков сюда же сейчас положу щепотку соли вот столько и буду взбивать так посмотрим куда все начинаем берегите уши я закончила взбивать так в нашу массу я досыпаю ванильный сахар изюм я его отмачивала он такой вот мягкий уже и орех вот так вот и все хорошо перемешиваем вот такая у нас получилась масса сюда я еще долью капельку водочки совсем чуть-чуть опять же для аромата вот такая у нас получилась масса ну все теперь возвращаемся к нашему тесту ну что ж я достала тесто оно ни к чему не липнет вот такая вот она стала мягкая красивая вот так вот я ее выложила теперь порежу ее на 3 ровные части где-то на глаз вот у нас получится три вот таких вот шариков которых мы должны сейчас по бумажке по сковородке раскатать распрямить я это все буду делать руками вы сейчас увидите все как я буду делать я вырезала по размеру противень вот такую вот бумагу пергаментную теперь буду это тесто как раз по этому размеру вот так вот пальчиками раздвигать будет у меня как раз размер моей противне она у меня квадратная вот так вот я ее сделаю сейчас где-то если вам липнет или что можно помочь мукой у меня пока не липнет слава богу вот если начнет упрямничать тесто обмакните руки в муку и чуть-чуть вот помогите как гадить так это самая у меня уже хорошая развернули вот так и сделаю эту сторону чуть-чуть по углам так стараюсь чтобы везде одинаковой толщины где-то толще где-то худенько чтобы не получилось вот так вот мне понадобилось чуть-чуть муки сами видите вот помогла себе и тортику вот ну все главное сделать бока а сейчас толщину мы определим как-нибудь вот здесь у меня толсто значит мне надо чуть-чуть туда вот я чувствую уже пальцами чувствую где толсто где худо ну все это у нас будет нижний слой ну все я перенесла аккуратненько все вместе с пергаментом этот слой будет нижний с пергаментом на стороне я сейчас покажу как мы будем делать так это пока смотрите вот это пока я сейчас отложу и начну делать другой все то же самое я проделываю со вторым тестом тоже по бумажке все вот так распределяю вот мне не хватило видите немножко липнет я быстренько руки муку и вот так вот совершенно ничего страшного в этом нет надо делать именно вот так я сделала еще один корж а теперь вот показываю что мы делаем с противенью вот эту массу мы поделим пополам на две части одну часть выливаем сейчас раз вот так вот по всему коржу размазываем я не знаю кто этот пирог не пробовал вот я вам честно говорю вы лучшего в жизни ничего не попробуйте он очень необычный очень вкусно и в общем ему уже много лет и очень такой вот известный пирог ну все это так теперь смотрите вот у меня вторая часть держи косу она тоже на пергаменте мы ее выложим вот так пергаментом вверх там может быть что-то не так получится ничего страшного в этом не будет совершенно убираем пергамент для следующего коржа нам понадобится а этот вот так вот расправить дальше мы вот следующая часть оставшуюся тоже выливаем всю же сюда вот так вот и весь белок со всеми интересными составляющими выливаем выливаем сюда не оставляем ни кабельки вот вот так вот видите как красиво получается будет у нас красивый богатый насыщенный вкусом пирог ну что ж вот я распрямила теперь займусь последним коржиком сделаю все то же самое на бумажке этого размера растяну ее и все накрою сверху ну что ж я распрямила последний коржик сейчас мне поможет сыночек вот снизу положим вот так вот и мы опять же вот так вот ее накроем аккуратненько вот так вот вот маленькие маленькие ошибочки это ничего отлично даже без ошибок уберем вот эти вовнутрь ну и все пирог готов можно ставить в духовку отправляем в духовку на 180 градусов время не знаю сейчас засеку ну все поехали буду все время проверять палкой супочисткой ну что ж наш пирог вышел вот он какой красавчик у меня даже нет тарелки под ее размер он большой слишком вот пришлось вот такой вот вырезать картоночку и на нее настелить пергамент и вот такой вот у нас вышел пирог он такой довольно таки не маленький вот где-то вот такой высоты толщины тоже покажу сейчас я хочу ее облить шоколадной глазурью и расскажу как ее делать берем вот такой вот железный ковшик также берем какао какао я насытываю я не знаю сколько у меня тут есть но если не хватит добавим 2 столовые ложки и стакан сахара хорошенько все перемешиваем в однородную массу вот таким образом чтобы получилась вот такая однородная масса сюда добавим молоко чуть больше половинки это просто кружечка такая немножко узкая внизу поэтому так надо полстакана если у вас обычный стакан вот и наливаю сюда вот молоко вот таким образом получается у меня вот такая масса я ее ставлю на плиту и варю ровно 20 минут сначала на высоком и закипеть и делаю тише и она ровно 20 минут у меня варится как только закипит 20 минут пока немножко не загустеет сейчас я вам процесс тоже буду показывать вот такая вот масса получилась без комочков без всего ставим на плиту ну что ж мой шоколад вот в такой форме 20 минут прошло сейчас я сюда кидаю 50 грамм масла сливочного сейчас все поможет секундочку еще нам чуть-чуть и вот этот кусочек еще ну вот сливочное масло все хорошо перемешиваем масло растает и у нас все готово шоколадная глазурь у нас уже готово сейчас немножко помешаем масло растает ну что ж тортик у нас окончательно остыл и поливаем вот так вот шоколадом центр посмотрим как она себя поведет так понемножку по всему кругу я оболью все это шоколадом он далеко не сбежит потому что вот так вот немножечко я оставлю на бока по бокам буду делать вот так вот чтобы оно все остальное все крепнет будет совсем другой вид вот я пока распределю ровно чтобы везде ее хватило но то что стечет она никуда не сбежит она все равно останется столько сколько надо вот это уже пока тепленькая я ее распределяю здесь верхнюю часть полностью постараюсь покрыть шоколадом а пока оно так красиво смотрится все равно полностью не надо ее что по-моему ровная поверхность да ну все сейчас можно давайте все вылить еще здесь всякая вкуснятина здесь не оставалась немножко разверну вот у нас шоколадка полетела ничего мы ее сейчас вот так вот приподнимем чтобы она сюда не стекла равномерно где-то чуть-чуть да да вот в общем чуть-чуть оно подостынет и оно никуда не денется все будет на месте сидеть и сейчас пока он совсем не остыл видите уже какой становится густой вот он уже какой он уже никуда не денется и сбоку оно такое вот пусть будет так по-моему тоже красиво да вот сейчас мы еще кое-что будем делать ну что ж давайте сейчас немножко еще оформим вот таким вот образом чтобы уже было совсем красиво так немножко понажимаю и этот тортик надо готовить на день раньше чем будет там застолье или не знаю праздник какой-нибудь потому что он должен обязательно хорошо впитаться вот сегодня он ночью полежит завтра он будет идеален застынет шоколад вот цветочек сделаем в середине да мне кажется так красивее будет вот так вот и хватит вроде красота ну что ж друзья пирог получился на славу он и вкусный и красивый ставьте лайки подписывайтесь на мой канал будем ждать новых видео а пока пока